Всем привет! Вы на канале Клаудсити, с вами снова я Вадим, и как и каждый день, сегодня у нас с утра будет передача для маленьких, как раньше была такая история, да? Сегодня у нас очередная глава из повести Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И глава одиннадцатая, у неё есть своё название, которое называется «Кто стащил пирожки?». Итак, Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» «Кто стащил пирожки?». Сейчас, секундочку, я закрою ненужные программы, которые нам мешают. И чуть не забыл, каждый раз говорю теперь, перед каждым видео, да, большая просьба, вам не трудно, а мне это поможет для того, чтобы вернулись все мои подписчики, которые меня потеряли во время блокировки моего канала. Просьба ставить лайки, ну, подписываться, конечно, если вы ещё не подписаны, ставить лайк и писать ваши комментарии. Тогда все мои четыре с лишним подписчиков вернутся обратно на мой канал, потому что сегодня ещё пока вас, пока вы не все ещё со мной, в этих дебрях интернета все потерялись. Да. Итак, Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» «Кто стащил пирожки?». Глава одиннадцатая. Король и королева сидели на троне в большом зале. Вокруг них толпились подданные. Полная колода карт и всевозможные звёй и птицы. Червонный валет, закованный в цепи, стоял перед троном под конвоем двух солдат. Рядом с королём стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свитком в другой. Посредине зала был накрыт стол, а на нём блюдо с пирожками. Пирожки выглядели так аппетитно, что Алиса почувствовала голод, едва взглянув на них. «Поскорее бы закончился суд», — подумала она. «И тогда, наверное, нас всех угостят пирожками». Но, надеяться на это, похоже, не приходилось. И Алиса от нечего делать стала оглядываться по сторонам. Она никогда не бывала в суде, но читала про суды в книжках. «Это судья», — догадалась она, взглянув на короля, потому что сейчас он в парике. Судьей был действительно сам король. На голове у него был большой парик, на который была надета корона. Королю в таком облачении было не очень-то удобно. Вот это скамья присяжных, — решила Алиса. А эти двенадцать существ, а как ещё назвать их, всех этих зверяков, зверей и пичук, должно быть присяжные заседатели, которые решат, нужно ли наказывать подсудимого. И она вскинула голову, гордая тем, что, в отличие от многих девочек, её лет знает так много про суд. «Двенадцать присяжных что-то усердно писали на грифельных досках». «А что это они пишут?» — шепотом спросила Алиса у Грифона. «Им же нечего записывать, ведь суд ещё не начался». «Они записывают свои имена», — шепнул Грифон. «Они боятся, что забудут их, прежде чем кончится разбирательство дела». «От дураки», — громко и возмущённо сказала Алиса. «Хм, но сейчас же закрыла рот. Так как белый кролик зашикал, призывая к тишине, а король надел очки и стал оглядывать присутствующих, чтобы узнать, кто же это осмелился заговорить. Алиса видела, что все присяжные старательно пишут на своих грифельных досках. «От дураки!» — и даже заметила, что один из них не знает, как правильно пишется слово «дураки». И спросил у соседа. «Хм, представляю, что они понапишут», — подумала Алиса. У маленького Билла ящерица Билл тоже был в числе присяжных. Ужасно скрипел грифель. Алиса не могла вынести этого противного звука. Она подошла к Биллу, стала позади него, и, воспользовавшись первым удобным случаем, выхватила у неё грифель. Она сделала это так быстро, что бедный маленький Билл не мог понять, куда девался его грифель. Хм, она сделает, не найдя его, Билл продолжил писать пальцем. И его немало не смущало, что в этом не было никакого толка, потому что доска оставалась чистой. «Герольт, прочитайте обвинения», — повелел, наконец, король. Белый кролик приложил к рту трубу, три раза протрубил и развернул свиток, прочитал. «Испекла пирожки королева червей и оставила их на столе, а червонный валет, хулиган и злодей, утащил пирожки все к себе». «Решайте немедленно, виновен он или нет. Выносите приговор», — приказал король присяжным. «Нет, нет, еще рано выносить приговор», — поспешил вмешаться белый кролик. «Сначала нужно допросить свидетелей». «Вызовите первого свидетеля», — велел король. Кролик трижды протрубил в трубу и выкрикнул. «Вызывается первый свидетель!» Первым свидетелем оказался шляпник. Он явился, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой — бутерброд. «Прошу прощения, ваше величество», — начал он. «Я захватил с собой еду, потому что еще не кончил пить чай, когда за мной прислали». «Следовало кончить», — заметил король. «А когда же вы начали?» Шляпник вопросительно посмотрел на мартовского зайца, который стоял чуть в сторонке, под ручку с сурком. «Хм, кажется, четырнадцатого марта», — ответил шляпник неуверенно. «Нет, пятнадцатого», — возразил мартовский зайц. «А, по-моему, шестнадцатого», — сказал сурок. «Запишите это», — сказал король присяжным, и те торопливо записали все три числа, сложили их и подсчитали сумму. «Снимите вашу шляпу», — приказал шляпник. «К шляпнику король». «Хм, она не моя», — ответил шляпник. «Значит, шляпа украдена», — воскликнул король, обернувшись к присяжным, которые тотчас же записали это на своих досках. «Я продаю все шляпы, какие делаю», — пояснил шляпник. «А у меня у самого своей-то и нет». Тут королева надела очки и стала так пристально разглядывать шляпника, что тот побледнел и беспокойно заерзал. «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Да не вертитесь вы так, а не то я велю вас казнить тут же, на месте». Слова эти, по-видимому, еще больше заволновали свидетеля. Шляпник переступал с ноги на ногу, с тревогой поглядывал на королеву. Был до того смущен, что откусил кусок чашки вместо бутерброда. В эту минуту Алиса вдруг почувствовала, что с ней происходит что-то странное. Сначала она не могла понять, в чем дело, но через несколько минут она догадалась, что начинает расти. Сначала она хотела встать и выйти из зала, но потом передумала и решила остаться в зале до тех пор, пока ее голова не упрется в потолок. «Ты меня придавила!» — сказал Сурок. «Сидяши рядом, я задыхаюсь». «Это не моя вина», — крутко ответила Алиса. «Я расту». «Ты не смеешь расти здесь!» — сказал Сурок. «Ха! Не говори глупости!» — осмелила Алиса. «Ведь и ты растешь». «Да, но я расту», — сказал Сурок. «Постепенно и понемногу. А ты растешь не по правилам». И, надувшись, он встал и пошел искать себе другое место. Королева все еще не спускала глаз со шляпника. Вдруг она крикнула. «Принести мне программу последнего концерта!» Услыхав это, несчастный шляпник так затрясся, что с него свалилось у бабошмака. «Говорите же, что вы знаете по этому делу!» — с досадой повторил король. «А не то! А не то я велю казнить вас! Все равно будете вы трястись или нет! Это ничего не изменит!» «Я, бедный человек, ваше величество!» Дрожащим голосом проговорил шляпник. «Я начал пить чай с неделю тому назад, ну или около того. И ломтик хлеба стал такой тоненький, и потом засверкало». «Что засверкало?» — спросил король. «Это началось вместе с чаем», — ответил шляпник. «Я, я бедный человек, ваше величество!» И вдруг, как все засверкало, только мартовский знает и говорит. «Я ничего не говорил!» — торопливо прервал его мартовский заяц. «Нет, говорил!» — сказал шляпник. «Нет, не говорил!» — твердил мартовский заяц. «Ладно, оставим это!» — не выдержал король. «Что же дальше?» «Тогда, значит, сурок и говорит!» — сказал шляпник, ища глазами сурка, опасаясь, что сурок тоже отречется от своих слов. Но сурок не отрекся, он крепко вспал. После всего этого продолжал шляпник. «Я, значит, отрезал кусок хлеба, намазал его маслом». «А что же все-таки сказал сурок?» Запоздало поинтересовался один из присяжных. «Сейчас я уже не могу припомнить!» — ответил шляпник. «Но вы должны припомнить!» — сердце это сказал король, стукнув кулаком по столу. «Иначе, иначе я велю вас казнить!» «Ой, несчастный шляпник вырыл чашку с чаем и бутерброд и рухнул на колени!» «Я бедный человек, ваше величество!» — опять затянул он. «Я всего лишь шляпный мастер!» «Хм, может, вы и шляпный мастер, но вот говорить совсем не мастер!» — добавил король. Тут одна морская свинка громко захлопала, но ее сейчас же призвали к порядку. «Надо вам объяснить, как это обычно происходит. Морскую свинку позвали, а не призвали к большому мешку, засунули туда вниз головой, а сверху сели на мешок». «Как хорошо, что мне удалось это увидеть!» — подумала лица. «Мне приходилось читать в газетах. Была сделана попытка выразить недовольство, но полиция поспешила призвать недовольных к порядку. Теперь я хоть буду знать, что это значит». «Стойте твердо на своих показаниях, если вы в них уверены!» — продолжал король. «Как же, ваше величество, мне стоять на показаниях!» — возразил шляпник. «Ведь я уже стою на полу!» Тут захлопала другая морская свинка и тоже была призвана к порядку уже известным способом. «С морскими свинками покончено!» — подумала лица. «Может, дело теперь пойдет поживее?» «Могу я теперь уйти и выпить, наконец, чаю?» — спросил шляпник, обеспокоенно поглядывая на королеву, которая все еще читала программку. «Можете идти!» — сказал король, и шляпник так стремительно бросился из-за стола, что даже не успел надеть башмаки. «Казнить его!» — крикнула королева ему след. Но шляпник уже исчез. Так что исполнить ее приказ было невозможно. «Вызовите второго свидетеля!» — приказал король. Следующим свидетелем, вернее, свидетельницей оказалась кухарка-герцогини. Она держала в руках банку с перцем. Алиса тотчас же догадалась, что в банке перец, потому что как только кухарка вошла, все сидевшие около двери принялись чихать. «Что вы можете сказать по этому делу?» — спросил король. «Не стану отвечать», — выпалила кухарка. Хм, король с беспокойством взглянул на белого кролика, который поспешил шепнуть ему на ухо. «Вы должны заставить свидетельницу сказать, ваше величество, все, что она знает». «Должен так должен», — грустно поговорил король. Он скрестил руки и, нахмурившись так, что глаза его превратились в щелочки, устремил взгляд на кухарку и спросил глухим низким голосом. «Из чего делают сладкие пирожки?» «Главным образом из перца», — не замедлила ответить кухарка. «Из патоки», — проговорил сзади нее сонный голос. «Сватите поскорее за шиворот этого сурка», — пронзительно закричала королева. «Тащите его сюда! Что-то он все время вмешивается. Уберите его, отрубите ему усы». Поднялась страшная суматоха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны, а когда его, наконец, вытолкали, и все уселись на свои места, оказалось, что кухарка исчезла. «Не беда», — весело сказал король, которая это, по-видимому, очень обрадовала. «Вызвать следующего свидетеля». И, нагнувшись к королеве, он тихо прибавил. «Ты, дорогая, допроси следующего свидетеля. У меня от всего этого голова разболелась». Белый кролик стал перебирать свои бумажки, отыскивая список. «Интересно, а кого он вызовет теперь?» — думала Алиса. От первых двух свидетелей толку не было. Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом. «Алиса!» Вот. Вот такая интересная следующая глава из приключений интересной девочки Алисы. А вся повесть называется «Алиса в стране чудес», а написал ее Льюис Кэролл. И на этом мы заканчиваем 11 главу и будем встречаться с вами завтра, но уже с главой 12. Всем огромное спасибо. Вы были на канале Cloud City и с вами был я, Вадим. А на сегодня у нас с Алисой все. До новых встреч. Всем пока.